Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! С некоторыми из вас я дружу и всегда стараюсь откликнуться на призыв тех людей, которые занимаются серьезным собственным оздоровлением. Возникают какие-то вопросы, я даю там консультации, насколько я знаю, поддержка. Ну вот, смотрите, сейчас я даю консультацию через канал. Итак, у нас давний мой знакомый Наталья, у нее семья, и вот она спрашивает. Она уже много занимается, я не делал видосики. Итак, Геннадий Петрович, здравствуйте! Благодарю за советы, консультации, большое спасибо! Я хотел спросить вас про дочь мою, 8 лет. Начала давать ей кору осиный жидкий густой экстракт. Это как раз средство, которое против разного рода мелких паразитов, бактерий там, возможно даже грибков. На пятый день начал сильно болеть живот в районе пупка. Он у нее и так всегда болеет, но сейчас сильнее. Смотрите, в районе пупка, как правило, крепятся паразиты. Говорят, что это аскориды там любят обитать. То есть паразиты селятся там, где можно больше всего получить питательных веществ. То есть там, где лучше всего живется, питается и размножается. Это, как правило, область пупка, энергетический центр, жизненный энергетический центр. Там, допустим, и всасывание пищи где-то происходит в 12-перстных кишке. Ну и в тонком кишечнике, естественно, там как раз. То есть вот там они и любят крепиться. Поэтому, поэтому сильно болеет живот в районе пупка. У нее всегда болеет. То есть всегда болеет из-за того, что они там имеются. А когда вы начинаете что-то применять такое, которое на них действует, они могут открепяться. То есть вот в этом, будем говорить, районе могут присасываться к кишечной стенке. И, естественно, там могут икру употреблять. Когда же вы начинаете давать вот эти вот противопаразитарные вещества, они, естественно, открепляются. Образуются ранки, которые болят. То есть одно дело, паразит чмокчет вас, и вы так просто чувствуете какое-то, ну там, недомогание. Что-то там есть вот так, ну это. А другое дело, когда он открепился, получилась вот эта ранка после того, как он, значит, отошел. Это, естественно, будет болеть посильнее. Это мое личное мнение. Я хочу сказать, мое личное мнение. Может она там и не так. Ну, я вот рассуждаю так. Я прекратила на два дня, значит, прием, это экстракт осиный жидкий прекратила. Потом опять начала. Действительно, если какие-то сильные вот эти вот возникают ответные реакции, и трудно там вам терпеть, и тем более вы там еще чем-то заняты, как бы сказать, как это совмещать. Вообще, если вы хотите, ну так, серьезно поработать над своим организмом, вот надо выбрать время и забросить все остальное. Потому что вот это все тянется, 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 они вас сожрут. А вы все думаете, да вот потом, да вот не сейчас, сейчас я занят, сейчас я учусь, сейчас я еще там что-то делаю. И в итоге все это дело запускается. Итак, потом опять начала. В итоге пока 10 дней, 9 дней дают. Набух сильно лимфоузел под шеей и в горле белый налет на той же стороне. Значит, смотрите, на горле белый налет в той же стороне, как правило, что это у нас? Это и ангина может быть, это и грибница, и скорее всего это грибница. Почему? Потому что до этого были фотографии, если я найду, то я покажу. Язык обложенный, то есть грибница существует у ребенка. И она, и плюс разного рода другие паразиты, все это, значит, они ребеночка едят. И когда, значит, вот начинается воздействие на все это, то, значит, ответные реакции какие? На горле белый налет и лимфоузел, то есть лимфатическая система включилась в, значит, активировалась для того, чтобы подавить как-то эту инфекцию, помочь организму. Значит, что тут идет? Белый налет на той же стороне. Значит, необходимо горло полоскать как можно чаще. Чем полоскать? Ну, допустим, грибница не любит соду. Значит, вы получите содовым раствором. Далее, можно, значит, полоскать керосином. Вот это я бы особенно подчеркнул. Керосином пополоскали, ничего не надо пить и выплюнули. И опять-таки, это надо, знаете, вот в некоторых случаях это надо делать буквально-таки через каждый час-полтора, чтобы помочь своим организмам. Потом и так сделали что-то, да, и думаю, ну и все нормально там. Да, как говорится, всем этим паразитам такие какие-то разовые мероприятия, они, значит, не это самое, не доставляют особых каких-то негативных воздействий. А вот тут надо обложить и хорошенько поработать. Буквально-таки вот бросить, все-все бросить. Заняться вот этим делом, потому что если вы вытянете себя из вот этой вот ямы паразитарной, то дальше у вас жизнь будет намного лучше. Вы можете реализоваться по полной программе. Если же все это запустить и тем более, знаете, загнать вот эти вот все симптомы, да, чтобы это не болело, чтобы это не проявлялось сюда внутрь, это все будет медленно тлеть. И вроде вы и живете, а вроде бы и жизни нету. Вот нету, не чувствуется, знаете, ни радости жизни, ни сил нету, ни энергии нету. Все как-то вот так блекло из-за того, что вот эта вот гадость вас потребляет. Поэтому, значит, под шеей лимфоузел надо, значит, помогать. Я бы, я бы полоскал бы вот буквально через каждый час. Сегодня заболела колено, видимо, тоже нюфоузел. Но вот, как правило, вот эти суставы болят. Это говорит о том, что имеется грибковая инфекция, которая любит суставные полости для своего размножения. Естественно, там начинает болеть. Инфекция там есть, допустим, грибковая, и когда вы начинаете ее гнать, она, будем говорить, через вот эти воспаления, через эти обострения указывает, где она есть. И это же самое говорит о том, что вы на нее начали давить. Она начала, значит, вот, будем говорить, как бы сказать, выходить. Язык еще сильнее покрылся белым налетом и пятна. Опять-таки я говорю, вот вы что-то начали делать. И вот эта вот бяка-кака полезла, раз она полезла, и, как правило, наступает вот этот вот кризис, кризисные явления разного рода, обострение болезней, это говорит о том, что вы очень хорошо ее зацепили. И вот тут, если вы испугаетесь, и спустите все это на тормозах, значит, вот эта вся инфекция, она разбежится по таким местам, где ее вообще трудно достать. А именно, вот, допустим, в тот же коленный сустав она залезет. Как вы там с коленом будете работать? Она залезет в соединительную ткань, она залезет в эти самые, в сугожильную ткань, и будет там тлеть и медленно разрушать. Это мое мнение, я вам высказываю. Сильнее покрылся белым налетом и пятнами. Вот он покрылся. А вы полощите, а вы полощите. Вот можно вот этим жидким экстрактом осины полоскать, можно там полынью полоскать, можно полоскать керосином, можно полоскать содой. Вот, знаете, вот так вот, беспрерывно. То есть у вас пошло такое серьезное противостояние. Либо вы вылезете из болезни, либо она туда влезет, и вы с этим примиритесь, и это все ничего, я понимаю, пошел процесс очищения. Да, пошел процесс очищения, это хорошо. Только вот не знаю, продолжать или нет. Я только что на эту тему говорил, продолжать или нет. Можно на какое-то время сократить все эти процедуры, для того, чтобы, ну вы их морально отдохнули, просто-напросто морально отдохнули, а потом опять взялись. А вообще-то, вообще-то, раз вы, знаете, видите результат вот этих действий, значит, просто-напросто надо продолжать. Но опять-таки, это мое мнение, и опять-таки я хочу сказать, оно не может быть однозначным, и я тут прав 100% во всем. Тут важно, чтобы вы взяли ответственность на себя. Потому что я говорю, делать-то вам, вот это все лезет. Это я, помните, как с Эдуардом было. Вот мы просто-напросто чистили печень, печень чистили, пробивали эту печень. А оказывается, мы зацепили хорошенько грибок, и этот грибок полез наружу. И появились ужасные ноги, они все в каких-то там язвах, они в волдырях, вот это все. Это, короче, страшная вещь. Я глянул, думаю, вот это да. И если бы, допустим, я и Эдуард просто-напросто спасали, я бы сказал, ой, Эдуард, я не знаю, что делать, ты тут же сам там что-то там делай. То, естественно, естественно, знаете, вот это все бы там и осталось в еще худшем состоянии, чем там было. То есть инфекция влезла, она там, так сказать, по организму проникла туда, где ей хорошо живется, да и ладно, и живет себе, как ни в чем не бывало. Кстати, у него же тоже глисты вышли на голове. Глисты, грибки и все это там такое. Поэтому очень важно взять ответственность на себя, чтобы вы не искали виноватого. Вот виноваты кто-то в том, что вы болеете, ваша дочь там болеет, а вот вы там не знаете, или там на врачей все это спихнуть. Всегда используйте свою голову. Я, конечно, разъясняю со своей позиции, что, что и как. Но вот эта вот решимость, знаете, решимость должны проявить вы. Сколько раз я говорил, вот она полезла, 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 значит, надо продолжать. Тут, конечно, страшные вещи происходят, человек не понимает, ага, я делаю, да еще идет обострение. То есть он думает, что это еще хуже действует, все эти вот рекомендации, они действуют еще хуже. Ё-моё, что это там? Генеша понасоветовала. И начинается вся ерунда. Поэтому берите ответственность на себя. Это очень важно. Понимаю, пошел процесс очищения. Только вот не знаю, продолжать или нет. Это уже вы сами решите. Вот я вам объяснил, что, что и как. И как быть с коленом. Ну а как быть с коленом? Колено. Да никак с ним не быть. Я бы все это дело продолжал бы. И колено там потом прошло. Если в горле есть выход, то откуда будет выход из колена? Да не будет он выход из колена. Там все, грубо говоря, в горле есть выход. А выход из колена. Если происходит где-то воспаление, это не значит, допустим, в том же колене, то все это рассасывается через кровь, через лимфу, отходит. Вон она как. А не то, что там должен быть выход или еще что-нибудь там такое. Состояние, конечно, так себе. Вчера была температура 37. Температура поднимается из-за того, что организм пытается, вот вы струнули все это путем применения вот этого вот осины, жидкого-то экстракта. И дальше запускается уже, активируются вот эти, грубо говоря, процессы изгнания этих паразитов, там, убиения их. И, естественно, дальше подключается и своя иммунная система. На самом деле, своя иммунная система должна бы вначале сработать, чтобы ничего этого не было. Ну, вот так вот получается, что она, знаете, вот ее, как бы сказать, симптомы подавляет, симптомы подавляет. И все эти болячки просто утрамбовываются. И они там уже тлеют, как ни в чем не бывало. Вот что важно понимать. И когда мы начинаем что-то делать, вот эти все болячки начинают вылазить, и уже тогда подключается и иммунная система для того, чтобы, ну, все это дело уничтожать. Поэтому температура поднялась, да. В голову тоже отдает. Естественно, в голову отдает разного рода все эти токсины и так далее, когда они вобили, полезли, то они растасовались и потихонечку, там, знаете, там организм потребляет. А тут мы их погнали с мест своих залеганий, они, значит, частично убитые в виде уже токсинов, вот этих ядов, начинают циркулировать по крови. И поэтому, естественно, в голову тоже отдает. Еще и школа, и танцы. Как-то это надо ей переживать. Я бы ни в школу не ходил, ни на танцы не ходил. Я бы взял бы примерно недельный, а то десятидневный этот перерыв, сказал, так и так, с ребенком серьезные проблемы, мы вот занимаемся. Все потом это можно наверстать, потому что и танцевать будет еще лучше, и голова будет светлая, еще будет лучше учиться. Но если это все, вот сейчас, знаете, как бы сказать, подавить симптомы, чтобы язык тут куда-то, опять, грубо говоря, белый налет куда-то убрался, вот эти там боли, более-менее, знаете, стали терпимые под пупком, колено прошло, и дальше все это, знаете, тлеет, 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 не получится ни по жизни, ни по танцам, ни по чем. Человек просто-напросто будет на аптеку работать, и толку никакого. Так, я ей все объясняю, она понимает, молодец, надо объяснять, говорить, понимать, чтобы ребенок знал, что он не просто какой-то этот самый объект для манипуляции, а он все это осознанно, вот так делал, сяк делал, что дальше-дальше такой, знаете, вот хорошей, здоровой жизни, вот полной радости не будет, если вот это вот не сделать. И это хорошо, когда это все сделается вот в этом возрасте, дальше ребенок будет понимать, продолжать это все, закреплять здоровый образ жизни, а если, значит, он вот этот беспонятие, ну, ничего хорошего не будет. А еще и под глазами закраснело, и появились мелкие прыщики, да, и вот так вот, значит, и под глазами закраснело, появились мелкие прыщики. Мы даже не понимаем, насколько в области глаз может быть инфекции, которая, знаете, вот там осела, потому что поверхность глаз, будем говорить, это самая, большая, и контакт идет сразу же с окружающей средой, плюс еще внутри все эти паразиты. Вот, и как только мы начинаем вот что-то делать, вот эти вот, значит, проявляются вот такие вот вещи, вот эти прыщички, прыщички, значит, мелкие прыщички, это говорит о том, что вот эта вот инфекция, она все-таки убивается и выводится в виде гноя уже, понимаете? Мы думаем, что если, грубо говоря, глисты, они там живут, ну, в основном, в районе желудочно-кишечного тракта, где-то любят концентрироваться в районе пупка. Что же касается грибков и прочих микропаразитов, и бактерий, то не по всему организму, по всему организму, где больше, где меньше. И вот так вот проявляется. Потом, когда мы начинаем все это гнать, значит, вот это вот закраснело, начинаются там соответствующие реакции, и, естественно, как итог этих реакций, значит, появляются вот эти гнойные прыщички, которые уже лимфоциты, значит, разложили, вот эти бактерии, вот эти различные микропаразиты, в гной уже, гной начинает вот так вот выходить. Геннадий Петрович, подскажите, пожалуйста, что дальше? Прекращать давать осину или хотя бы раз в день, но сделайте, если очень тяжело, очень тяжело, сделайте перерыв, перерыв, уменьшите дозировку, можно это сделать? Да, можно сделать, а потом опять. Ну, просто здесь затянется процесс, если вы хотите до конца все это довести, но, тем не менее, будет какое-то облегчение. Если же вы хотите все это сделать решительно, то тут надо действовать. Значит, это лезет, а вы действуете, лезет, а вы действуете. Я вспоминаю эту самую Доронину, Клару Ивановну Доронину, моцелительницу, она говорит, что она была покрыта коростой, она была вся покрыта коростой, и ей было там, ну, это как раз после войны, то есть во время войны она там где-то в концлагере даже вроде как была, но точно я не могу сказать, но насколько мне память там подсказывает, вот, и она спала там в этом концлагере, она маленькая была, ее уложили в какой-то там ящик деревянный или железный, и потом, когда немцы уходили, взорвали вот этот вот барак, большинство людей погибло, а она спаслась еще благодаря тому, что ящик выкинула из этого, что она была в ящике, но тем не менее, значит, вот эти условия концлагеря, то есть все после войны, да, наверное, еще и война шла, она настолько заболела от недостатка еды, от всех этих жутких условий, что она вся была покрыта коростой, она бы сгнила бы, но вот бабушка, бабушка, целительница ее, собственно, бабушка, начала ее купать там в чабреце, в других там травах, давать отварчики и прочее, 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 и выходила ее, то есть была такая битва, да, еще даю чай из бессмертника для лучшего желчного оттока, с уважением, Наталья, ну давайте, давайте, чай не просто из бессмертника, вы давайте побольше пить ей вообще травных с чаю, таких как из, чтобы они просто промывали, допустим, шиповника пить, с метком, чтобы пил этот самый, смесь шиповника с боярышником, отличная вещь, чтобы из сердечка поддерживало, мягкую эту самую воду делать, это полевой хвощ, чай из полевого хвоща, значит, силы дает еще этот самый, и вальчай, то есть, вот эту шиповчай, и так далее, все это там такое, буду буквально через каждый час полоскать, где-то может быть, знаете, вот если применять какое-то там средство, ну допустим, керосин, он вообще не вызывает ожога слизистых, хотя некоторые думают, меня как раз спрашивали, а вот двухлетнему ребенку можно там керосин давать, врачи говорят, что будет ожог слизистый, на практике получается, вот капнул на кожу, керосином, и ожог бывает, на слизистых, вот там, его же, естественно, принимаешь не литрами, а, грубо говоря, каплями, всего лишь навсего, там, ну, один кубический, этот самый, сантиметр, чтобы все хорошо прополоскать и выплюет, вроде думают, что она там сожжет, ничего подобного, ничего она не сжигает, зато везде проникает, исцеляет все это, можно сделать этот керосин, если он слишком очищенный, значит, капнуть в него масло, растительного, допустим, оливкового, масло должно быть рафинированное, чтобы он мягче был, потому что все вот эти, раньше керосин был вот такой маслянистый, он нормально работал, ничего не делал, а сейчас же норовят все от всех этих масел очистить, что он начинает жесткий быть такой, чтобы вы это понимали, но тем не менее, даже вот этот керосин, который покупаете, тадикамп и прочее, прочее, применяйте, никаких особых ожогов не вызывает, естественно, вы там максимум минуты 2-3 пополоскали рот, попурчали, выплюнули, ничего не будет, вы же не будете там час держать, все это дело, вот такие это дела, значит, пить свежевыжатые соки, усиленно, помимо всего прочего, а это обязательно, чтобы столовая ложка свекольного сока была, и, допустим, стакан морковного сока, нету морковки, стакан яблочного сока, свежевыжатого, нету тыквенного сока, добавляете, нету тыквы, сельдерея добавляете, но свекла должна быть, свекла способствует кровотворению, свекла там зачищает, обязательно гулять с ребенком, понимаете, не просто, чтобы он там сидел, а чтобы он гулял, чтобы вы с ним гуляли, и вы видели, что он делает, потому что вот это вот лежание, вот это вот смотрение, там, этого интернета, и прочего, 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 что я хочу сказать, я уже все примерно рассказал, что бывают в жизни моменты, когда требуется сконцентрировать все ваши силы на борьбе за свою лучшую жизнь, и лучше остановить сейчас все эти, будем говорить, школу, танцы, и прочие, прочие вещи, а сосредоточиться только на этом, буквально-таки, где-то на неделю максимум, ну, пускай максимум 10, это самое, 2 недели, это всегда можно выделить для этого, вот такое мое мнение, вот такое мое мнение, и знайте, если вы чего-то начинаете делать, вот сидите, все нормально у вас, вы только раз что-то там такое проглотили, выпили, или это еще что-то сделали, и вдруг видите, у вас по коже что-то побежало, откуда-то полезно, слизь, какое-то недомогание, и прочее, прочее, и вы думаете, о, вот это, наверное, я полынью отравился, нет, это скорее всего керосинами отравился, нет, вот это вот на меня повлияло, там сода, и так далее, и так далее, и так далее, кстати, на это самое, на калилку, попробуйте делать компресс содовый, в содовом растворе смочили, тряпочку хлопчатую бумажную, и в теплом виде приложили, на колено, можете делать керосиновый компресс, также керосинчиком немножечко, там смочили какую-нибудь тряпочку, и сначала, сначала натереть коленочку, растительным маслом, сверху, значит, вот эту вот тряпочку, потому что вот тут керосин может раздражать, сверху, значит, вот эту тряпочку, и то в тряпочке немножко этого керосина, и приложить, ну, минут на 10, пусть 15, посмотреть, что там, как реагирует, а вот содовый компресс, можно делать, там, ну, на полчаса, на час даже, можно, можно тут еще добавить, вот эти самые, керосин на пятки, ребенку, просто смазывать, носки надели, да и все, то есть пятки смазали керосином, носки надели, и хорош, вот, вот такие вот дела, я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность, на поддержание канала, вот, Продолжение следует...